Приветствую вас! Как вам быть зависит от того, чего вы хотите. То есть, если, например, если вы хотите быть парнем, если вы хотите забеременеть от него, в любом случае, то нужно, во-первых, всё-таки ещё раз проверить здоровье своё, нужно ещё раз посмотреть, нет ли каких-то препятствий для беременности. Это с одной стороны. И с другой стороны, нужно сменить их сексуальное поведение, нужно, чтобы это было более спонтанно, нужно, чтобы это было более неожиданно, когда вы совсем об этом не думали, не думали о ребёнке, грубо говоря. Вот. И прианализировать своё состояние, ну, в тот момент, когда вы, грубо говоря, занимаетесь сексом для того, чтобы почувствовать, напряжены ли вы или нет. и если вы напряжены, то, соответственно, имеет смысл как-то расслабиться, потому что женщина очень часто не может забеременеть, именно из-за того, что она напряжена. Вот это происходит не только с вами, это бывает довольно часто у, в общем, ну, у многих женщин такое бывает. Женщина напряжена, хочет ребёнка, а не получается, потому что для беременности нужно расслабиться. Вот. Другое дело, что вам не даёт расслабиться, это уже вопрос другой. И вот здесь, по поводу того, что вы не можете расслабиться, здесь важно для себя понять, что мешает расслабиться вам отчасти то, что парень вам ставит условия. То есть, ситуация заключается в том, что парень, как бы, не должен ставить условия вам по-хорошему. То есть, ваши отношения, они несколько странные. Барень сделал вам предложение. Окей, всё хорошо. Почему он сделал вам предложение? Зачем он вам сделал предложение? Вы можете сказать, ну, как зачем, он любит меня? Хорошо. Допустим, он вас любит. Но если он вас любит, почему тогда он говорит, что, если ты не забеременеешь, мне придётся искать другую? Почему так происходит? Что это за любовь такая странная, я бы сказал? Вы сами не считаете, что это несколько необычное проявление любви? Вы сами не считаете, что это несколько странное проявление любви, когда человек говорит, что, вот, если ты, значит, не забеременеешь, да, то мне придётся искать другую? Не считаете ли вы сами странно эту позицию? А это значит, что мужчина вносит условия в ваши отношения, а если он вносит условия в ваши отношения, значит, невольно возникает вопрос. А так ли сильно он вас любит? Так ли сильно он к вам привязан? Так ли сильно вы ему нужны? Так ли сильно он хочет быть с вами? Понимаете, какая история? Вот. Это важно, если вы хотите его понять, ну, и если вы хотите понять себя. И в этом случае, если вас заинтересовало, заволновало то, что мужчина вам, ну, вот, такие условия ставит серьёзные, то вы можете у него спросить. Так, а что, ты со мной только из-за ребёнка или что? Почему ты мне такие условия ставишь? И в общем и целом вы будете правы в своей позиции. Другое дело, захотите ли вы говорить своему мужчине об этом? Другое дело, хватит ли у вас смелости ему сказать об этом? Потому что это не у всех получается. Но это нужно сделать, если вы хотите, чтобы ваши отношения были искренними, были чистыми и были основаны на любви. А не на каких-то условиях. Совершенно непонятно. Вот. И я полагаю, что именно подобные условия, а именно страх, что мужчина вас бросит, заставляет вас чувствовать нервозность, вот, ту самую, которую вы испытываете. Ту самую, которая порождает то напряжение, что не позволяет вам, грубо говоря, забеременеть. То есть мужчина своим поведением провоцирует вас на то, чтобы вы не забеременели. Уж я не знаю, специально он это делает, специально он не хочет, чтобы вы забеременели. У него это происходит неосознанно. То есть, ну например, в ситуации, если человек понимает, что, грубо говоря, он должен стать, например, отцом, но он не хочет им быть, что мужчина неосознанно делает всё для того, чтобы его женщина не забеременела, но при этом так, чтобы он сам выглядел несчастным в этом плане, и чтобы все видели, думали, чтобы ни у кого даже сомнения не возникло в том, что он старался сделать так, чтобы, ну, стать папой. И вот здесь очень важно для вас, чтобы вы сами свою позицию обрисовали, потому что либо у вас будет ваша позиция, либо у вас злой позиция, поэтому вопроса не будет. То есть, либо вы будете принимать всё то, что вам, грубо говоря, даёт мужчина, то есть, либо вы будете брать всё, что он вам даёт, то есть, грубо говоря, мириться с тем его отношением к вам, либо вы, собственно, ну, скажете, нет, меня это не устраивает, мне так не нравится, я так не хочу. Вот. Зависит это, опять же, исключительно от вас. То есть, либо вы так поступите, либо вы поступите по-другому. То есть, давайте ещё раз. Вы спрашиваете, как быть? Я полагаю, что ответ на этот вопрос можно получить, если вы спросите себя, как быть, чтобы что? То есть, как быть, чтобы что? Какая у вас цель? Чего вам хочется? Знаете? Вот. Какая, может быть, задача у вас есть? Какие цели, какие стремления у вас? Вот. Именно в этом аспекте. Понимаете? Вот. И, собственно, и именно исходя из этого, вы и могли бы для себя, вы могли бы для себя сформировать свою позицию. В зависимости от своих целей. При этом, постаравшись выделить, пользу вам принесут эти цели или вред, по большому счёту. То есть, если, грубо говоря, вы будете выстраивать отношения вот на условиях, то вряд ли эти отношения будут искренними. Да? Потому что, мужчина с вами, он уже не искренен. Он относится к вам, ну вот так, потребительски. Но если вас саму такой расклад устраивает, то есть, вы говорите, ну ладно, ну что ж, ну вот так. Значит, как вот такие отношения. Ну, я изначально этого хотел, потому что, там, считаю, что эмоциональные отношения, они не такие. Лучше всё-таки по расчёту, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Если вы не хотите это менять, то вам нужно, действительно, найти способ забеременеть. Если же у вас другая цель, если вы хотите, чтобы ребёнок, например, рос в любви, чтобы у вас было полное время понимания и счастья, то тогда рекомендуется сперва с парнем поговорить. И кто знает, может быть, именно материнский инстинкт вас сейчас и не позволяет вас забеременеть, потому что подсказывает, что мужчина не тот. Не тот мужчина. Неправильно. Неправильно. Он ведёт себя по отношению к вам. Ну, это всё, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok